Ну, я себя представлюсь, я зовут Евгений Козлов, и я пишу в Твиттере иногда. Часто иногда не очень. У меня сейчас собралось порядка 74 тысяч читателей по лове в Твиттере, которые... Нет, не буду говорить, я не говорю никогда. Так вот, и вообще я занимаюсь, у меня есть своя работа, я занимаюсь другими делами, и Твиттер просто мое хобби, о которой я рассказываю, надеюсь, что когда-нибудь он станет очень популярным в России, хотя он уже частично стал. Ну, вот, давайте приступим. У меня будет сейчас рост в аудитории. Вот, например, на экранчике, трудно видеть, как у аудитории у нас на Твиттере, но я заметил, что в 2010 году что-то появилось? 500 тысяч аккаунтов. Доброе утро? Да? Хорошо. 500 тысяч аккаунтов, я вот не случайно изменил на бульс или на аккаунт, то есть как только сервис стал популярным, то там появилось огромное количество... Которые просто какими-то роботами, там, рейтвитами, ну, там, нибудь еще всякими. Реальность твоя история. Вот, значит, почему хороший Твиттер? Потому что в 2010 году появилось много аккаунтов, официальных компаний, которые туда пришли. Ну, кстати, я тряпусь сейчас, потому что у кого есть Твиттер, вот, да, только в кольцах. Ох, фрикад, потрясающе. То есть вы уже все там как-то, да? Потому что я перейти вот сюда, я старался найти людей, которые есть в армянском Твиттере. Наверное, вроде, кто-то пишет сразу уже на армянском, я не могу их найти в поиске Твиттера, либо... Я просто его написал. Писал обмене. Ну, что нужно было искать ваше фаштайгу AMETWORK. А, ну, это я сделал как раз, да. Это вот я попытался найти там, да. Ну, не очень хорошо, точнее говоря. Поэтому я бы очень рад, что так много Твиттера продали в аудитории. Ну, вот, чем еще можно похвастаться Твиттере? Пришло много СМИ, которые там разрешают свои новости. Для них это еще один канал распространения, который очень оперативный и быстрый. Кстати, начались маркетинговые акции. Я думаю, что известен опыт компании Dell, если вы как-то сталкивались с этим, то компания Dell в своем Твиттер аккаунте вывешивает предложения по онлухам в разных магазинах. И, насколько я знаю, они с помощью этого зарабатывают там сколько-то там миллионов долларов, для того, что они очень быстро и оперативно извещают аудиторию. Что дальше было? Вот, по нашим данным, сейчас примерно в российском Твиттере находятся 252 тысячи активных людей, которые хотя бы раз в месяц написали что-то на русском языке. Это вот я российские примеры привожу. Значит, Яндекс считает, вот я специально сегодня утром обновил, 51222 твиттер аккаунта существуют в России. То есть это считаются те аккаунты, которые хотя бы раз в своем существовании что-то написали на русском языке. Ну, вот такая статистика. Я уже открыл, писали статистику, мы стали считать, вот с 13 ноября. Вот видим, что примерно за месяц аудитория выросла с 226 тысяч до 270 тысяч. Это за месяц произошло все. Это реально живая аудитория российской, которая вот растет твиттерами темпы. Там вот небольшой упровал, это как раз не работала статистика, это как раз проблем с сервером. Ну вот, это так. 256 тысяч 973 твиттер аккаунтов мы засчитали. Как используется твиттер вообще разными компаниями и что они делают, чтобы он приносил какую-то пользу и прибыль? Ну, в бизнесе для чего необходим твиттер? Это общение и набор. То есть, что это такое? Когда ты знакомишь с людьми, это гораздо проще, удобнее и зачастую они лично тебе отвечают. То есть, они лично идут свой аккаунт, где-то известные люди, но они тебе отвечают. Хороший пример, когда вот в феврале приезжал ActionCatcher в Москву и такая была делегация по хай-теку. Они ездили по данной компании и они отвечали спокойно всем людям, которые им писали личный ответ, вопрос и была такая живая дискуссия. Очень, мне кажется, хороший пример, когда этот пример. Что это такое? Это когда ты ставишь аккаунт и там пишешь о том, что ты делаешь о своих целях и задачах. Это очень популярность известных людей, допустим, политиков. В России сейчас очень много политиков заводят свой твиттер аккаунт и мы с такой целью, чтобы рассказывать оперативно вот свои питерности. Потому что они делают, рассказывают. И в Твиттере это удобно и нравится то, что политики... Хороший также для сбора мнений об услуге продукции. Очень просто делать опросы в Твиттере. То есть компании, софтвердные, которые делают какой-то продукт, они просто укладывают мета-версию и пишутся на в Твиттер аккаунте. И там биджейт ваш от них нет. Какое вы что думаете? И они отвечают. Очень активная аудитория. И это гораздо лучше и быстрее, чем какой-то сайт. Причем, потому что отдача на моментах никакой. То есть она раз, и уже у тебя готова есть информация о каких-то проблемах. Ну, некоторые подвинания и связь с сотрудниками. У меня есть примерно небольшая компания Синферна. Они используют Твиттер как средство общения. Кто туда поехал, чтобы нигде никого не искать, кто туда поехал, кто дальше занимается. Очень хорошо и, мне кажется, вполне удобно. Твиттер для СМИ. Это отдельная вообще тема. В России сейчас это привело к тому, что многие компании с средством вас информации банально берут и отслеживают аккаунты людей, которые отвечают за какую-то отрасль или находятся в индустрии. К примеру, вот РИА новости отслеживают на мой аккаунте. Там, что пишут интересные про Твиттер, то они там через 5 секунд отдадут, что скажете на поводу этого-этого. Есть еще люди, которые еще отслеживают. Для них это удобно. Это прямой связь с точек новостей. Прямо, чуть ли не кажется, Твиттер Медведева, и Сергей Петрович, это очень известно. Потому что СМИ просто берут его, копируют и выдают прямую речь. Потому что люди часто высказываются на какие-то темы и при этом получили от мира, которые вы просили. Он сказал, и уже там несколько дней уже во всех СМИ это находится. Представить такое для пресс-службы, которая работает, а отправляет всем информацию, очень сложно. А здесь с помощью твита они даруют информацию, во-первых, одновременно, для всех, для всех СМИ, которые читают его аккаунт. И очень быстро все это происходит, на самом деле. Фактически моментально. У всех СМИ одна и даже информация не ближе, просто спокойно, и дальше. Хороший пример, хочу привести, вот я здесь, Инна, есть сомнитель. Нам уж ладно, да? Ну, вот я хочу привести пример, когда вот он написал, Рашид Президент реплайт у Армении Агума и Нахист Медракон. Когда он написал нам ответ, что ей приснился там в ночь Дмитрий Анатольевич. Да, вот совсем недавно, видите? Это вот свежий пример, 30 ноября. Она написала, что Дмитрий Анатольевич ей приснился, и уже через там буквально час ей звонят из Англии, там все СМИ и спрашивают, а в чем он у вас был во сне? Это вот реально, как пример того, как Твиттер делает новости для СМИ, и это действительно работает, многие компании и стартапы этим пользуются. Кто есть в Русский Твиттер сейчас уже? Во-первых, я считаю, что такой двигатель прогресса для российского Твиттер это было событие, связанное с приходом Дмитрий Анатольевича в Твиттер. Это происходило громко, скомплитно, комплитно мне в офис, все там было очень официально, здорово. Я сам посетил его с компанией Твиттер, вот тем временем, и они, я знаю, что их на почетном месте фотографии.